Всем привет, меня зовут Максим Ипихин, мы возобновляем видео уроки и теперь на Unreal Engine мы будем делать онлайн игру. Собственно, небольшой простой проект с реализацией онлайн системы. Вначале рассмотрим ее как обычную, в дальнейшем уже переделаем ее немножечко под Steam, но давайте сначала разберемся с базой. Итак, от начала надо создать пустой blueprint проект под названием Network Project. У меня уж такой есть один, я все-таки не с пустыми руками пришел. И здесь у нас будет тогда MyNetwork Project один. Без контента, без всего пустой проект. Все как надо. В первых сериях мы рассмотрим именно создание там июишки и именно на уровне привет-пока такого общения. Значит, вот это нам все не надо, нам нужна абсолютно пустая сцена. Абсолютно пустая, без всего. Так, значит, сначала сделаем структуру наших папок и структура полная файловой системы будет такая. У нас будут какие-то юишки, да, то есть это будет какая-то дизайнерская вещь. У меня тут записочки открытые, чтобы я не запутался. У нас будет дизайн, у нас будут карты и у нас будут скрипты, blueprints. Значит, ну пока оставим таким вот образом. Значит, по поводу карт. У нас все карты пока что будут пустые, поэтому все, что нам нужно сделать пока что, это сохранить наши карты. Вот SaveCurrentS и здесь мы сделаем ее как MainMenu. Вторую мы сохраним как лобби. То есть у нас будет какое-то лобби, где игроки будут, ну, то есть это будет именно уже как бы командный окно, ну, командный уровень. Ну, это, наверное, по картам пока что, наверное, все. А, ну, еще, наверное, сделаем карту, в которой будет реализация именно перехода между сервером, между картами, то есть travel-карту. Чтобы ее сделать, ну, также создаем пустую карту и сохраняем как travel map. Travel map. Ну, или просто travel. Теперь, так как мы это все сделали с картами, нам нужно их настроить. Настроить, чтобы они как бы отображались корректно. Переходим в настройки проекта. И в настройки проекта в Maps мы здесь пока оставляем все как есть. Editor Startup Map мы ставим как MainMenu, чтобы запускалось все с менюшки. И игра запускалась с менюшки. Раскроем стрелочку и дополнительную настройку мы увидим Transmission Map. Выбираем ее как travel и Seller Map Default MainMenu. Пока что все. Теперь мы сделали так, чтобы карты как бы логически ходили друг за другом. Теперь в блюпринтах нам нужно будет обязательно сделать некую группировку по тому, что относится вообще ко всему, что относится к конкретным уровням. Создадим папку Lobby. И эта папка будет относиться к... То есть это все скрипты, которые нужны для Lobby. Далее нам нужна будет папка, которая будет отвечать за все levels. Назовем ее Global. Здесь будут находиться такие вещи, как инсты, стейты и так далее, для того, чтобы на всех уровнях это работало одинаково. Поэтому нам нужно UI-ку тоже так же разбить. В UI-ке нужно сделать тоже все для Lobby. Все для MainMenu. Ну и, наверное, все. Я думаю, в UI нам пока что больше нечего. Ну, можно, конечно, Global еще сделать для Global. Да, давайте сделаем Global. И будем работать с такой системой. Так, все, мы настроили. Теперь архитектура проекта готова. Теперь нам нужно в каждом проекте, в каждой папке создать какие-то вещи. Так, например, в блюпринтах у нас будут... Так, что у нас будет? Тут у нас обязательно будет в Global... Ух ты, как оно выделилось, интересно. Вот, в Global у нас будет... Как тут брать? О! В Global мы создадим новый блюпринт-класс, который будет иметь тип GameInstance. Вот, GameInstance. И называем его Global GameInstance. Эта вещь нужна для того, чтобы она работала на всей карте. И именно этот объект не будет уничтожаться при переходе с карты. Ну, с локации на локацию, с уровня на уровень. Так как мы работаем с игроками непосредственно, то, скорее всего, нам понадобится какая-то структура для игроков. Что у каждого игрока будет какая-то своя характеристика. Например, имя, выбранный игрок, ну, предположим, может быть, что-то еще. Поэтому создадим в блюпринтах структуру под названием Global Player Info. Настроим чуть позже. Ну, так, 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 так. Потом, так как у нас будет у каждого клиента свой, то, соответственно, это дело все в воздухе храниться не может. Нам нужен объект. На каждом клиенте, на каждом запуске копии программы, должен быть такой объект, который хранил бы в себе какие-то вот эти настройки. Структуру объекта, например. Поэтому мы создадим здесь SaveGame, тип, инзовем его Global, Player, SaveGame. Вот. Это как раз такая связь получается, что это является таким руководствующим звеном, которое везде существует. Это у нас получается структура каждого персонажа, которая моментально как-то хранится, именно как структура, без данных. А вот здесь будут храниться данные по вот этой структуре. Ну, как бы вроде логично. Теперь нам нужно создать уникальный контроллер для лобби и, по идее, для игры. Но для игры мы пока делать не будем, потому что мы до нее пока еще долго не дойдем. Поэтому создадим GameMode. 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 Вот этот, наверное, да? Какой у нас тут лучше? Создадим, потому что под мультиплеер пишут, хорошо подходит. Вот там мы его и делаем, и назовем его Lobby GameMode. Так, отлично. Теперь давайте немножко... Так, оставим, оставим. Так, отлично. Создадим... Теперь в каждом GameMode, если посмотрим на карту, например, вот здесь вот, в каждом есть контроллер. Плеер-контроллер класс. У нас у каждой локации, то есть у лобби и у основной игры будут разные гейм-контроллеры. Контроллер это как раз та вещь, которая будет принадлежать, которая и будет как бы самим клиентом. То есть, например, у third-person контроллера будет там свой, где расписаны его логика передвижения. У нас в лобби будет все чуть-чуть иначе. Поэтому мы создадим Blueprint класс, и нам нужен PlayerController. Видите, actor responsible for controlling the power used by the player. То есть, игрок будет его использовать. И нам нужен лобби-контроллер. Отлично. Теперь это настроение. Пока что все, да. В UI-ке мы сначала начнем с MainMenu. В MainMenu нам нужно создавать исключительные виджеты. Это будут наши интерфейсы. Значит, какие у нас будут интерфейсы? Основное меню. У нас будет... Так. Давайте тогда еще введем такую вещь, как настройки. У нас будут настройки, в которых мы будем, например, задавать имя персонажа. И, например, кинографические настройки. Но мы пока что будем имя персонажа, этого будет более чем достаточно. Далее нам нужен Blueprint, ну, то есть, точнее, виджет, который будет отвечать за меню хоста. То есть, меню, которое показывает, когда человек хочет создать игру. Она будет создаться host.game.menu. host.game.menu.vidgit. Так. Значит, хосту создали. Теперь у нас будет такое окно, которое будет отвечать за поиск сервера. То есть, например, find.servers.menu.vidgit. Все, отлично. Значит, у нас есть основное меню. У нас есть настройки для каждого персонажа. У нас есть меню для создания игры. И меню для поиска игры. Логично, что теперь нужно перейти к лобби. В лобби у нас будет такая интересная структура, как нам нужно создать лобби-меню. Так. Лобби меню виджет. Когда мы создали лобби-меню виджет, в лобби мы будем пока что даже не знаю, что мы будем делать в лобби. Но пока что давайте хотел просто отобразить. Ну и в глобал у нас будут какие-то другие вещи. Ну, так как у нас есть travel map, то давайте сделаем загрузочный экран. Loading screen widget. Все. Пока что все. Вот такая простая структура у нас получилась. Значит, давайте на этом уроке закончим. Спасибо всем за внимание. Жду вас в следующем уроке.